Для того, чтобы оказаться на ежегодном итоговом слете конкурса по безопасности жизнедеятельности, брестские подростки прошли серьезный предварительный отбор, показавшие лучшие результаты в знании теории и на практике, сегодня боролись за звание сильнейших на городском уровне. Четыре команды учащихся 6, 14, 16 и 28 школы собрались в волонтерском центре МЧС для того, чтобы применить имеющиеся знания и навыки в деле, обойти соперника в испытаниях и пройти в финал. Однако амбициозным, смелым и находчивым брестским ребятам пришлось хорошенько постараться. Конкурсы, подготовленные для школьников в этом году брестскими спасателями, оказались отнюдь не из легких. В этом году мы чуть разнообразили конкурсы, ввели новые конкурсы, которые будут уже на слете областном. И вот эти конкурсы, эти этапы, дети должны показать сплоченность, сплоченность, знание основ безопасности, свое остроумие, скажем так. И, конечно же, те наработки, которые у них были за год. Конкурсная борьба началась с нелегкого испытания, переправы. В импровизированных условиях в болотистой местности ребятам предстояло держать за руки, а кому-то и с закрытыми глазами преодолеть маршрут, ни разу не ступив в воду. Далее школьникам предстояло решить не менее сложную задачу, на скорость пробежать полосу препятствий, при этом выполняя задания. Знания правил пожарной безопасности и медицины пригодились участникам в конкурсе «Спасательная операция». Здесь каждой команде были предложены всевозможные опасные ситуации, справиться с которыми им необходимо было сообща. Спортивную программу испытаний разбавил и творческий конкурс. Согласно условиям, ребята должны были подготовить специальный выпуск школьной газеты на тему безопасности жизнедеятельности и представить его на суд жюри. Участвую уже не первый раз в этих соревнованиях. Первые соревнования, которые прошли, это было в прошлом году. Там начинались соревнования с поднятия на вышку, далее было развертывание боевого рукава, и на том закончились те соревнования. Сейчас вот решил еще раз пытать свои силы в новых соревнованиях, которые сейчас настали. Благодарна учителю, который меня позвал, и мы готовились очень упорно, даже несколько раз прогоняли, первыми пришли. И вот, было очень сложно, но мы справились. Во всех предложенных испытаниях школьники проявили себя в полной мере, продемонстрировав отличные знания основ безопасности жизнедеятельности, наглядно показав, что способны собственными силами справиться с опасной ситуацией, а в случае необходимости прийти на помощь пострадавшему. По итогам всех конкурсов лучшей стала команда 16-й школы. Однако победителем в этот день можно считать каждого из участников, ведь они не побоялись сложности и справились с непростыми задачами, показав высший класс. Субтитры создавал DimaTorzok